Всем привет! Хорошего настроения! У меня оно замечательное, так как пришли мне мои гид-лаки, которые я заказывала всего лишь за 5 дней. Это молниеносно по сравнению с другими сайтами. Это очень супербыстрый достав, не бесплатный, так как заказала я на более чем 2500. Выбирала я их очень долго, очень внимательно и мучительно. Выбирала среди многих фирм, которые я еще не пробовала. И я вам могу сказать, что это мое осознанное решение с этими гид-лаками, так как я выбирала по соответствии цены, качеству и объему. Я надеюсь, эти гид-лаки меня не подведут. Название их фиоре, переводится как цветок и на коробке мы прекрасно все это видим. Упакованы гид-лаки просто великолепно. В такой упаковке они не помнутся, с ними ничего не случится, не разольются и не побьются. Как вы знаете, я помешанная на Алиэкспресс, но знают об этом все, кто меня смотрит. Но тут я подумала, что я очень много денег истратила на гид-лаки светлого оттенка. И ни один идеальный для себя я не нашла. И в конечном итоге очень много пузыречков у меня стоит просто так или я отдаю. Итак, гид-лаки находятся в очень красивом стеклянном пузыречке. Я подумала, что эти гид-лаки подойдут для меня идеально, так как соотношение цены, качества и объема очень даже хорошее. Объем, кстати, 12 мг, то есть хватит надолго. Итак, сначала база. Смотрите, она прям густая. Очень густая. Она не каучуковая, но я думаю, для выравнивания она подойдет идеально. И напишите мне, пожалуйста, стоит ли поменять мне форму ногтей на овальную или миндаль. И как раз таки я хочу протестировать эту базу на себе, именно сделать выравнивание. Пузыречки похожие, но внизу есть надписи, и вы не перепутайте их. А теперь смотрим топ. Он чуточку пожиже, но тоже очень приятная консистенция. Итак, переходим к цветам. Вот такой вот состав у этих гид-лаков. И что меня радует, то что у них срок годности до 2020 года. Ой, красивый. Вы знаете, нежно-нежно-бежевый оттенок. Что удобно для меня, есть выкраска на колпачке. И также, если кто-то ставит на полочке эти гид-лаки, сам флакон практически в том гид-лака. Это оттенок номер 21 и называется старое кружево. Ну, прям полностью соглашусь. Очень красивый оттенок. Итак, первый слой. Первый слой, как вы знаете, я наношу тоненько, чтобы он просох, никуда не делся. Ой, он очень, знаете, молочно-бежевый оттенок. Очень красивый. И даже на типсе смотрится таким. Гейлак также самовыравнивается. Как видите, блик прям идеальный становится. Первый слой для прозрачной типса это очень даже неплохо. Если нанести слой потолще, то вполне можно перекрыть и в один слой. Просто я люблю первый слой наносить именно тоненький. Как видите, гейлак в два слоя все отлично перекрыл. Хотя первый слой и был очень тонкий, но все равно очень красивый цвет. И в конце видео я обязательно со всеми цветами покажу дизайны. Следующий оттенок номер 64 и называется лидия. Девочки, какой же красивый оттенок, вы не представляете. Кстати, он на камере у вас практически такой, какой есть в жизни. Очень красивый. И покупала я этот гейлак, потому что очень много отзывов в интернете о нем. Его очень сильно хвалит этот гейлак, что он и в носкости хороший, и цвета красивые, и ложится он идеально. Нету ни проплешин, ничего. Я, наверное, соглашусь, так как цвета, но безумно красивые. Первый слой отправляю в лампу и буду наносить второй. Очень прелестный цвет и в два слоя лег просто отлично, как видите. Следующий оттенок номер 121 переводится как лиловая сирень. Как вы знаете, я такие оттенки обожаю. Да, девочки, очень красивый, нежный цвет. И тянется не так уж и сильно, то есть все в меру. Наношу первый слой. Замечательно лег и быстро очень. Такого оттенка в моей палитре вообще даже близко нет. Я безумно рада, что именно такой оттенок я заказала. Наношу второй слой. Многим девочкам я писала, что эти гейлаки мне по отзывам и по видео обзорам очень понравились. Вот светлый оттенок в два слоя лег просто идеально. Как вы знаете, я обожаю светлые оттенки. Для меня прям это находка. Следующий оттенок номер 104. Называется он приглушенный красный. Я прям жажду с ним сделать дизайн. Со всеми причем. Я когда гейлаки выбирала на сайте, то думала, будут ли такие цвета, как они есть на фотографиях. Я вам скажу, что оттенки даже очень совпадают с фотографиями. Вот четвертый цвет я выкрашиваю. Я вам могу сказать, что великолепны. Все оттенки, которые я хотела, они мне как раз и пришли. У меня такой, наверное, первый раз за все время заказов в интернете. Этот цвет лег в один слой. Я думаю, больше наносить я даже не буду. Очень красивый и плотный цвет. Следующий оттенок номер 91. И называется он знаменитый изумруд. Этот оттенок не чисто зеленый, а прям благородно зеленый. Очень красивый. И камера, я так думаю, вам его передает. Примерно он такой и есть, как у вас на экране. Очень красивый цвет. Отправляю в лампу и буду наносить второй слой. Наносится он, кстати, замечательно, легко. Кисточка мягкая. Возле кутикулы, даже если придется там прокрасить, то ей можно спокойно пододвинуть материал и разровнять. Если даже вы только накрасили, через 5 секунд, даже меньше, поверхность гель-лака будет даже очень ровная. Следующий оттенок номер 2. И называется он песня кораллов. Но я думаю, что этот гель-лак в один слой ляжет. Вот, смотрите, провела один раз кисточкой. И все, и он лег идеально. Вот такой вот отличный красный цвет песни кораллов. Но очень красивый. Второй слой, я думаю, мы с вами перекрывать не будем. Хочу вместе с вами нанести вот этот топ. Но он по консистенции прям для меня идеальный. Я не люблю густые топы, так как их наносить очень тяжело, ровно. Чтобы было везде прокрашено, промазано. Девочки, вот такие вот цвета у нас замечательные, красивые получились. И я, конечно, в полном восторге, так как мои ожидания полностью оправдались. Очень красивый. И давайте я перейду к дизайнам и покажу, какие дизайны можно сделать с этими цветами. Первый дизайн будет с номером 021. Гель-лаком мы рисуем лунку. Это уже на ваше усмотрение, какого размера. Вы можете просто нарисовать ее прямой линией. Не обязательно закругленной. Тоже будет очень красиво смотреться. С боков мы, конечно же, прокрашиваем тонкой кисточкой. Если вот такую лунку вы будете стараться прокрасить кистью из флакона, то это будет тяжело сделать, особенно для новичка. И теперь я уже полностью закрашиваю все, что у меня осталось. Нанесла я второй слой, точно так же, как и первый, поэтому не стала вам на видео отснимать. И набираем черную гель-краску. И теперь мы тоненькой линией прорисовываем вдоль вот этой лунки. Если вам что-то не нравится, подправьте обязательно заранее, а не после просушки. Далее делаю вторую такую же линию. Вы прям можете отступить чуть-чуть. Теперь рисуем полукруги небольшие. Также можно это делать белой гель-краской. Просто для того, чтобы вам было видно, я рисую черный. Мы как бы каждую точку вот эту вытягиваем в линии. А между делаем треугольники небольшие. Можно также этот дизайн делать и без лунки. Дальше я беру очень тонкий дотс. И по всем краям мы проходимся дотсом, тоненькой стороной. Отправляю в лампу, буду перекрывать топом. Вы дотсом ставите такие вот кружочки. И очень замечательно у вас получится, если будете периодически просушивать. Пока сохнет дизайн, я капельку базы нанесу на палитру. Также дотсом наношу базу в серединку каждого цветочка. И, конечно же, в серединку добавляю тразинку. Также можно сделать более мелким дотсом мелкие цветочки и мелкие стразы. СС-3 отлично подойдут для этого. Следующий оттенок, который я буду использовать для дизайна, это номер 121. Сняла я липкий слой с цвета. Беру дотс, начну с белого. И смотрите, точки вы ставите сначала большие, потом все меньше и меньше. И уходите на нет. Расстояние делайте приличное, иначе вы не растянете такую большую. Вправляем ее на просушку. Далее беру черный гейлак, наношу на дотс. И таким же образом ставлю большую точку и на нисходящие. Все меньше и меньше. Наношу белый гейлак. С двух сторон делаю также белые точки. И так, пока весь ноготь не заполню. Итак, следующий оттенок я буду использовать номер 91. Я нарисую розу. Кстати, заодно вам покажу, как ее рисовать. Ничего сложного нет. Вы набираете гель-краску с каплей. Вот как неправильно набирает, так вот ее и набираете. Капельку ставите. И рисуете запятую. Каплю, даже дотсом, кстати, удобнее рисовать. Я сейчас вам тоже покажу, как. Дотсом ставите каплю и от нее вытягиваете усики. Точно так же с другой стороны. Ее рисовать очень быстро, и она смотрится всегда очень красиво. Далее следующие листочки. То есть этим мы ставим все параллельно друг к другу. И главное еще не задевать соседние. Иначе они сольются, и будет очень некрасиво. И теперь уже со сдвигом делаете лепесточки. И, соответственно, их делаете уже больше. И чтобы она у вас получилась пропорциональная, старайтесь. Ну вот примерно на этом я остановлюсь. Сначала ставим каплю так же. Потом протягиваем к розе. Опять набираем, ставим каплю. И протягиваем вниз. И еще одно, чтобы было с каждой стороны по 3 штучки. Ниже делаем, чтобы не было прям симметрично. В то же время, чтобы было видно. Вот такая роза у нас получилась. Я думаю, с этим цветом очень красиво сочетается. Последний цвет номер 2. Я недавно ходила с красным. Вот я не знаю. Напишите мне в комментариях. Может мне опять красный сделают. Наношу базу линии одной. И сажаю стразы по линии. Можно взять также синие стразы. Можно черные. Очень красиво все равно будет смотреться этот дизайн. И выкладываю прямо в ряд. Наклон линии вы можете регулировать сами. То есть, какую сторону вам нравится, с такой вы и делаете. Если у вас гель-краска без липкого слоя, то вы можете перед тем, как выкладывать стразы, перекрыть все топом. Проверяем, чтобы все было ровно. И отправляем в лампу. Вдоль страз рисуем линию. Если вдруг там где-то не хватает чего-то, набирайте еще гель-краску. У меня гель-краска загустилась очень сильно. Поэтому она так себя ведет. С другой стороны рисуем точно такую же. Далее вы можете просушить уже то, что есть, а можете нарисовать дальше. Тонкие, нежные, красивые полукруги. Как бы полукруг. Смотрите, выше. И от середины, начиная, вы делаете опять их ниже. И меньше. И в край чуть-чуть. Вот таким образом. И теперь с другой стороны. И после этого начинаем рисовать такой вот тоненький-тоненький, вытягивать линии. Чтобы, знаете, как стрихом закрасить. Получается, что вы не все закрашиваете, а только часть. Далее вы, наверное, уже догадались, да? То, что я беру дотс. И каждый край. Прохожусь дотсом. Далее вы можете присыпать сахарной пудрой или акрилом. Но я оставлю так. Итак, девочки. Вот такие замечательные гель-лаки мне пришли. Я ни капельки не пожалела, что я заказала. Консистенция просто идеальна для меня. Я думаю, что я с этим топом очень хорошо подружусь. И обязательно сделаю с этими материалами маникюр. Далее цвета. Светлый цвет я перекрывала в два слоя. Как видите, ничего не полосит. Я пожалела, что я не взяла еще белый-черный цвет и синий. Потому что это цвета самые ходовые. Больше всего они уходят. Я думаю, что у этой фирмы они просто замечательные. Спасибо вам за просмотр. Спасибо за то, что оставались все это время со мной. Если понравилось видео, ставьте лайк. Если понравился канал, подписывайтесь. Красивых вам и здоровых ноготочков. Пока-пока!